Олег Фролов начал свой путь в мир восточных единоборств с карате. Со временем увлекся айкидо. Он приверженец айкикай, или школы айки. Той, что сформировал основатель айкидо Мерихей Уисиба в 30-40-х годах 20-го века. Здесь нет спортивных достижений, чемпионских титулов, только рутинная работа над собой. Суть айкидо контрольна от собственной агрессии и направления энергии противника против него же самого. Одна из форм совершенствования техники – такой вот семинар. Самым маленьким участникам по 7-8 лет. В зале дети из Анапы, а также их сверстники из Геленджика. Хорошая возможность познакомиться друг с другом и почерпнуть что-нибудь для себя у другого наставника. Для обмена опытом. Дети тренируются, когда друг с другом в зале, они привыкают друг к другу, уже знают друг друга хорошо. Где-то там начинают подыгрывать друг другу. А когда встречаются незнакомые, включается та самая здоровая агрессия. Когда там элемент конкуренции, они начинают проверять друг друга. Яна и Олеся познакомились на семинаре. Пару подобрали случайным образом. Яне 12, на айкидо ее привел отец. Дает сил, конечно, дает опыт, чтобы защищаться. Олеся 16 лет. Айкидо начала присматриваться с третьего класса, но увлеклась пением, музыкой, живописью, потом волейболом. Полгода назад пришла в секцию, где занималась подруга. Моральное удовлетворение получаешь. Но от этого занятия, когда ты потренировалась, у тебя, допустим, ровная спина становится. Там осанка даже лучше. Айкидо – это не массовый спорт. Попробовать приходят сотни. Остается десятая часть, которая принимает основные идеи. Одна из них – оружие, может быть, не только агрессия, но и уверенность в себе. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.